Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Life Management – новая система технологий в управлении жизнью, появившейся только в 2003 году. Но эта хитрая наука уже зарекомендовала себя, ведь она помогает достигать поставленных задач и планировать жизнь в целом. С помощью этой книги вы определите, что для вас действительно важно, а значит последующие шаги в жизни станут для вас более осознанными и результативными. Вы узнаете о стратегии Life Management, ведь в книге подробно расписаны все хитрости этой эффективной методики. Автор делится советами, как управлять эмоциями, общаться с окружающими, победить болезнь современности, прокрастинацию. Кроме того, с помощью книги вы узнаете, как тренировать полезные привычки и заниматься самообразованием эффективно. Предисловие. Помните тот часто задаваемый в детстве вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» И в ответ мы фантазировали, смело мечтали о своем будущем, представляя себя в роли космонавтов, актрис, учителей или, скажем, президентов. Позже, в юности, мечты становились реальнее. Мы начинали более осознанно оценивать свои возможности и, опираясь на свои способности и знания, делали первые шаги во взрослую жизнь. При этом одни, не отказываясь от мечты, выкладывая все свои силы, шли вперед и действительно добились того, о чем грезили. А другие, может из-за неуверенности, страхов неудачи или неспособности побороть обстоятельства, стали плыть по течению. Мечты о том, чтобы стать музыкантом или успешным руководителем, так и остались мечтами. Но и те, кто добился высот в карьере, сталкиваются с трудностями. Как часто бывает так, что, растрачивая все силы на пути к воплощению идеи и профессиональному успеху, человек теряет вкус к жизни. Он ограничивает себя в личных интересах и свободном времени, жертвует общением с близкими и друзьями, забывает об отдыхе и таких важных аспектах жизни, как саморазвитие и самообразование. Или же, что знакомо особенно женщинам, посвящает себя целиком семье и воспитанию детей, но не чувствует себя полноценной личностью в современном мире из-за нереализованности в карьере. И как же выбрать действительно верный путь в профессии и в жизни в целом? Как не стать обывателем, бесцельно прожигающим свое время? Как сделать свою жизнь максимально успешной, сохраняя эмоциональный настрой и психологическое здоровье в норме? Этими вопросами, а также выявлением направлений, ценностей, приоритетных для человека, занимается лайф-менеджмент. В то же время, являясь системой навыков, знаний, направленных на повышение качества жизни в целом, лайф-менеджмент помогает определять стратегию жизни, затрагивает вопросы управления временем и эффективного планирования. Осознанное управление жизнью позволит сделать ее по-настоящему интересной, счастливой и успешной. В этой книге вы найдете полезные методики лайф-менеджмента, попробовав которые, точно заметите, что жизнь меняется и меняется к лучшему. Глава первая. Что мешает вам быть счастливым? Нам кажется, каких бы успехов вы не добились, как бы ни был высок ваш уровень жизни, к этой книге вас привело в любом случае желание добиться новых результатов. И прежде чем начать сразу с объяснения плана реализации системы лайф-менеджмента, мы предлагаем вам оценить собственную жизнь. Считаете ли вы себя успешным, счастливым и удовлетворенным своей жизнью? Если вы чувствуете себя недостаточно счастливым, испытываете трудности в мотивации и определении целей, не знаете, чего хотите или, например, эмоционально подавлены из-за проблем в общении с окружающими, имеете привычку откладывать выполнение дел на потом, то есть в каких-то аспектах вас не устраивает ход вашей жизни, то сначала найдем те причины и те проблемы, которые лежат в основе вашей неудовлетворенности жизнью. Пять преград на пути к успешной жизни. Первой и самой распространенной преградой является ваше собственное неведение или незнание. Но не в том смысле, что у человека нет определенных знаний или специальных навыков, а не способность осознать широту всех осуществимых идей в огромном мире возможностей. Вы продолжаете подстраиваться под складывающиеся обстоятельства, решения и действия других людей, не допуская даже мысли о чем-то новом. Из-за того, что вы плохо разбираетесь в своих потребностях и желаниях, позволяете себе погружаться в рутину и повседневность, вы просто не замечаете красивого, невероятного, полного ярких открытий мира. Даже в таких незаметных мелочах, как, например, выбор одежды или блюда для завтрака, проявляется это неведение. Замечали ли вы, что на каком-то бессознательном уровне, год за годом вы готовите два-три типа завтрака, поочередно их меняя. Вы так привыкли. Так готовили в вашем детстве. Так готовили вашим родителям. Огромное количество рецептов полезных, энергетически богатых и при этом легких блюд доступно в книгах, журналах, да и на просторах интернета. Но вы продолжаете жарить яичницу с беконом, нанося вред своему организму. Вы не ведаете о новых возможностях. Вы привыкли жить так. Возможно, у вас просто нет желания что-то менять. А на самом деле вы добавляете серость и однообразие в свою жизнь. И так каждое утро. Посмотрите шире. Экспериментируйте даже с привычными, повседневными, так сказать, ритуалами. Таким образом, первой преградой является неведение о доступных возможностях, связанное с неопределенностью в желаниях и потребностях. Вы не знаете, что вам действительно нужно. Подобная неясность в желаниях зачастую связана с воспитанием. Из-за принятой модели, построенной на строгости и подавлении чрезмерных запросов ребенка, вы могли просто-напросто потерять ту первоначальную детскую способность внезапных желаний и не можете по-настоящему ощутить свои потребности. Это уже можно отнести ко второй преграде, которая заключает в себе неверные убеждения. Вообще, родительское влияние в детстве очень часто формирует убеждения взрослого человека, который в свою очередь продолжает использовать ту же модель поведения в отношении своих детей. Каждому известны такие фразы, как «закрой рот», «прекрати», «мне надоели твои вопросы», «подумай о других, не будь эгоистом, делай, как я тебе сказала, или будешь наказан». С малых лет человек привыкает к тому, что за любым действием может последовать наказание или критика. Так появляются страхи, неуверенность в желаниях и возможностях, неспособность следовать личным желаниям. Человек понимает только необходимость действовать во благо семьи, которая может и не быть благом лично для него. Самый распространенный случай. Покидая порог школы, подросток не прислушивается к собственным интересам, а идет получать высшее образование туда, куда, по мнению его родителей, ему следует идти. Так, будучи уже почти совершеннолетним, он до сих пор не может высказать собственного мнения относительно своего будущего. Мы опустим вопрос о влиянии школы, ведь школы бывают разные, и педагогические подходы учителей отличаются. Также мы не будем затрагивать вопросы принятых традиций в обществе или отдельной семьи, включающие в себя вероисповедание, устоявшиеся нормы брака. Главное понимать, что в любом случае, ваша жизнь — это исключительно ваш выбор, ваши желания и намерения. Не стоит идти на поводу выбора родителей или навязанных посредством СМИ и медиастереотипов. При этом, конечно же, никто не отменял простых принципов морали и этики. Все больше распространяется мнение, что наш мир стал чересчур циничным. Важно найти середину в своих убеждениях, которые могут метаться между двух крайностей, проявлением альтруизма, из-за которого вы будете бояться действовать, а вдруг я лишаю шансов на успех другого, и чрезмерного эгоизма. И еще одно убеждение, которое может негативно сказаться на пути к улучшению жизни. Это скорее даже навязанный миф. Если я получу желаемое, я стану несчастным. То есть человек подсознательно боится того, что при достижении цели жизнь потеряет смысл и станет неинтересной. Но ведь при достижении цели вероятен тот факт, что появится новое и, возможно, еще более сильное желание. Рука об руку с этим страхом идет другой. Вдруг я получу желаемое, а оно принесет мне только вред и несчастье. Но ведь на то и жизнь. Ошибки не исключены. А уж если они и случаются, постарайтесь воспринимать их как данный вам опыт для достижения новых задач и исполнения мечты. Так мы подошли к третьей преграде. Это страхи. Они могут быть связаны и с воспитанием, и с окружающими нас обстоятельствами, неудачным опытом. В личной жизни, например, это страх быть отвергнутым, боязнь выглядеть глупым. В работе страх ошибки, страх наказания или страх быть обязанным кому-либо. Четвертая преграда – самооценка, а именно заниженная самооценка. Вы можете думать, что недостойны той или иной работы, что недостойны счастья или любви. Многие копят в себе комплексы и не пытаются с ними бороться. Желания у такого неуверенного в себе человека, которых возникает все меньше и меньше, начинают казаться ему незначительными и ненужными. Оборачиваясь на успехи других людей, постоянно принижая себя, вы рискуете так и остаться в тени жизни сторонним наблюдателем. Противоположной преградой, пятой, является гордыня, высокомерие, которое не дает вам объективно воспринимать собственную жизнь. Сценариев развития последствий много. Например, успех, вскруживший вам голову, позволивший вам стать выше других, лишь первое время будет приносить удовлетворение. Ведь у этой монеты есть обратная сторона. Гордыня может лишить вас друзей, родных и уважения со стороны коллег. Так что задумайтесь, готовы ли вы к отсутствию поддержки и одиночеству? Это лишь основные преграды на пути к успешной жизни. Согласны ли вы, что страхи, неведение собственных возможностей, а также неверные убеждения влияют на вас, на ваше течение жизни? Подумайте, какая преграда стоит именно на вашем жизненном пути. Попробуйте разобраться, где именно, в каком аспекте вы чувствуете наибольшее недовольство. В работе? В отношениях с любимым человеком? Или, быть может, вы не можете разобраться, что важнее для вас? Ведь для каждого человека понятие счастья свое. А как его достичь? Что нужно сделать, чтобы жизнь стала упорядоченной, осознанной, карьера и личная жизнь приносили удовольствие и только положительные заряды эмоций? Для ответов на эти вопросы и была разработана стратегия лайф-менеджмента. Три шага стратегии лайф-менеджмента. Итак, рассмотрим основные шаги на пути к осознанному и эффективному упорядочиванию жизни. Первый шаг. Определение ценностей жизни. Наглядным примером будет треугольник ценностей, где вершинами являются соответственно личная жизнь, работа и личностное развитие. В то же время на первом этапе необходимо разобраться с вашими убеждениями, мировоззрением, которые формируют так называемый максимум, вершину жизни. Вторым шагом является определение направлений, постановка ориентиров и целей, реально достижимых в обозримом будущем. И, наконец, третьим шагом будет разработка жизненного плана. Плана достижений целей согласно жизненным ценностям. Ведь лайф-менеджмент — это по сути и есть планирование жизни, включающие в себя в том числе конкретные планы, рассчитанные на определенные сроки, а также инструменты порядка, призванные помочь вам в организации времени и дел. Прежде чем мы приступим к третьему шагу, рассмотрим еще некоторые важные составляющие для лайф-менеджмента, а именно необходимые установки и принципы в общении с окружающими. Затронем тему болезни современности прокрастинации. Обратимся к вопросам тренировки полезных привычек и важности самообразования и саморазвития. Глава 2. Шаг 1. Определяем ценности и ориентиры. Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом, что останется после меня, имея в виду то, каким человеком он останется в памяти окружающих. Будут ли его помнить, когда его не станет? А если да, то будут ли воспоминания добрыми и полными уважения и почтения? Или же наоборот, прожитые человеком годы останутся никем не замеченными и сотрутся в памяти людей, как миллионы заурядных и ничем не примечательных человеческих жизней? По-настоящему великий человек – это тот, кто вносит вклад в историю и культуру своего народа, страны и развития мира в целом. И это, так называемая, вершина жизни, максимально достойная цель существования. Но не каждый рожденный способен стать таким человеком. Вообще большая часть людей плывет по течению, не задумываясь о своем предназначении. Кажется, что таким людям и не нужно никакой наивысшей достойной цели. Прожить в угоду развлечениям и безделью или поддавшись режиму жизни «работа-дом-работа» – это, конечно, тоже способы существования. Но тот, кто не видит и не ставит перед собой какой-либо максимум, например, в том, чтобы посвятить себя важной и нужной для других работе или воспитывать здоровых и умных детей для будущих поколений, остается на деле без ориентира в своем будущем. Жизнь подобного обывателя проходит впустую, потому что нет того, что вдохновляет и мотивирует на действие. Пусть максимум «хочу, чтобы было добро во всем мире» и кажется утопичным, но, по крайней мере, такая мечта будет определять ваши действия и в отношении с другими людьми, и в работе, а также будет питать ваше духовное развитие. Но, конечно, подобный максимум действительно ставят перед собой единицы. Ведь большинство людей предпочитают осязать итог своей работы и ориентируются на собственные потребности, материальные желания. Дарить добро всему миру, способность великих творцов и нескольких людей, занимающихся благотворительностью в огромных масштабах. Но нам кажется, ничего плохого, если вы перед собой нарисуете подобную вершину для вдохновения и мотивации. Максимум жизни можно представить в виде написанного плана, временные рамки реализации которого вы определите сами – год, два, пять. Он может строиться по трем основным направлениям, которые мы обозначили как треугольник ценностей с вершинами личная жизнь, работа, личностное развитие. Главное решение жизни – это понять, во благо чего вы собираетесь существовать в дальнейшем. Если вы не выберете приоритетом себя и близких, а становитесь на служении миру в целом, человечеству, то получается, что вам придется стать собственно инструментом, с помощью которого вы и будете действовать. Заметен тот факт, что, будучи молодым или в среднем возрасте, человек чаще рисует материальное богатство и карьерный успех в своем максимуме. А к пожилому возрасту появляются вопросы о назначении себя как части целого мира. Отдельного внимания заслуживает вопрос о жизненном максимуме женщины. Принято считать, что цель любой женщины – это счастливая крепкая семья, любящий муж и здоровые дети, то самое женское счастье, превратившееся даже в стереотип. К этим ориентирам, соответственно, добавляется целый ряд дополнительных целей, но одновременно с этим в современном мире все больше женщин стремится и к вершине работа, то есть ставят в приоритеты продвижение по карьерной лестнице, независимость в материальном плане от мужчин, самореализацию как личности, наличие социального статуса. Учитывая, что в мире распространена модель семьи, в которой роль воспитания детей мужчинами второстепенна, на женщин возлагается одна из самых сложных задач. Вырастить здоровых, умных, воспитанных детей, граждан страны и мира так, чтобы и у них с детства были собственные убеждения и ценности, не противоречащие законам морали и этики. Таким образом, составление максимума жизни непросто, а для женщин сложно вдвойне. Настраивать себя на веру в свои возможности, держать самооценку на уровне и стараться повышать планку своих притязаний. Вот три важных рецепта для приближения к максимуму жизни. Старайтесь всегда стремиться к знанию, ведь стремление к развитию уже начало успеха. Треугольник ценностей. Тремя вершинами нашего треугольника, как мы уже говорили, являются работа, личная жизнь и личностное развитие. Это деление несколько условно. Каждая вершина включает в себя целый ряд ценностей и соответствующих им жизненных стремлений. Начнем с вершины работа. Сюда относятся любые действия, связанные с деньгами, карьерой, бизнесом, спортом, проектами творческого и изобретательского плана. Также это все материальные богатства, недвижимость, предметы быта, автомобили. Конечно же, у большинства мужчин эта вершина является пиком треугольника. Материальный достаток стоит на первом месте в жизни. В личную жизнь мы включаем, естественно, стремление создать семью, родить детей, а также взаимоотношения с близкими, родными и друзьями, любовь, забота и все те действия, которые нацелены на поддержание собственной красоты и здоровья. Естественно, предпочтение этой вершине отдает большинство представительниц слабого пола. Личностное развитие — это поиск себя, это неиссякаемое желание самосовершенствоваться. Сюда мы относим и все, что связано с получением знаний, образования и с тренировкой новых навыков, умений. Так что же важнее для вас? И как это выяснить? Самый простой способ — это составить список желаний и стремлений. Написать все, что вы действительно хотите в своей жизни. Ограничьте себя сотней пунктов. Так вам будет проще выявить процентное соотношение ценностных ориентиров. Старайтесь быть максимально конкретными в составлении списка. Если вы хотите новую работу, решите для себя, какой именно вид деятельности вам импонирует? Какие обязанности вы хотите исполнять? Если вы хотите новую пару носков, и это непременно должно входить в 100 самых необходимых для вас желаний на данном этапе жизни, то почему бы и нет? По крайней мере, да и скорее всего, вы первым делом вычеркните этот пункт, и исполнению желаний будет положено начало. Вторым способом является внутренний диалог, который нужно направить на выявление своих желаний и ориентиров. Ответьте максимально искренне сами себе на следующие вопросы. Чего я действительно хочу в жизни? Какие вещи я хочу? Мне хотелось бы, чтобы мой супруг, дети, родные, друзья. Что мне нравится на моем месте работы? Чувствую ли я вину перед кем-либо? По кому я скучаю больше всего? Завидую ли я? Если да, то кому и чему именно? Чего мне не хватает в свободное время? Какие места и мероприятия я хочу посетить? Какие книги я хочу прочитать? Хочу ли я рисовать, петь, писать стихи? Что меня не устраивает в моей внешности? Хочу ли я сделать мир лучше? Могу ли я сделать мир лучше? Чувствую ли я себя уставшим? Хочу ли я отдохнуть? Если да, то каким образом? На самом деле, ваш внутренний диалог может не ограничиваться только этими вопросами. Наверняка вы сами заведете свои размышления в нужное вам русло. Хорошо, если у вас есть очень близкий человек, с которым вы можете делиться самым сокровенным. Устройте друг другу такой открытый диалог с использованием подобных вопросов. Если вы не способны открыться перед реальными людьми, то станьте виртуальным собеседником в прямом смысле, заведите блог и делитесь собственными мыслями о ценностях и ориентирах с читателями. Или же найдите виртуального незнакомца на специализированных форумах. Чужому человеку порой проще раскрыть себя. Еще один способ — это зрительная визуализация. Попробуйте в виде идей и образов представить вашу жизнь в отношении следующих сфер жизни. Дом. Семья, близкие, друзья. Любовь, брак. Материальные богатства. Карьера. Здоровье. Деньги. Социальный статус. Духовное развитие, образование. Отдых и развлечение. Все, что нарисует ваше воображение и есть то, чего вы хотите добиться. Запишите в мельчайших подробностях личное восприятие каждого аспекта жизни. Подумайте, что уже сегодня вам под силу на пути к достижению этих желаний. Расставьте ориентировочно приоритеты и примерные даты, когда вы обязуетесь начать и завершить реализацию желаемого. Если у вас есть любимый человек, семья, то попробуйте вместе нарисовать идеальную картину вашего общего будущего. Попросите детей создать калаш из представления о будущем вашей семьи. Вы сможете разобраться в мечтах ребенка и строить дальнейшие планы, прислушавшись к нему, что несомненно принесет в семью больше гармонии и счастья. Если вы придете к общим целям, вам будет проще и интереснее двигаться к намеченному вместе. Делитесь со своими родными друзьями своими мечтами, вы можете услышать не только критику, но и слова поддержки, а также принять реальные жесты помощи. И еще один совет. Выберите для себя точку проверки, какую-либо дату. Это может быть новый год, ваш день рождения, любое любимое число и месяц. Подводите итоги прошедшего года и придумывайте себе новые неожиданные задания на следующий год. Посетить город, в котором вы никогда не были, записаться на сальсу или помочь бездомному животному в поисках хозяина. Фантазируйте. Придумывайте оригинальные подходы к выбору досуга или места отдыха в отпуск. Старайтесь привносить в жизнь новые эмоции. Не позволяйте рутине и серым будням захватить ваше воображение. Очень полезно записывать самым важным в этот день, в эту минуту. Так вы сможете просмотреть изменения в своих ценностных ориентирах. Жить, руководствуясь ценностями, проявлении сильной и развитой личности. Ведь из ценностей вы можете четко выявить и поставить перед собой краткосрочные и долгосрочные цели. А цель, в свою очередь, развернет перед вами список задач, выстраиваемых в план конкретных действий. У сформированной личности треугольник равносторонний. Все ценности сбалансированы. Они сформированы не только влиянием извне, а естественным образом. Через непосредственное вовлечение человека в общество, обстоятельства и жизненные испытания. Глава 3. Шаг 2. Постановка целей. Ставьте цели. Разобравшись в том, каковы же ваши ценности, вершины жизненного треугольника, можно приступать к постановкам конкретных целей в заданных направлениях. На данном этапе стратегии лайф-менеджмента, этапе перехода от мысленных образов к планированию, помните, что только искреннее желание чего-либо руководит действиями человека. Ведь ничего, кроме наших собственных эмоций, не стоит на пути к мечтам. Сильная эмоция всегда держит верх над слабой. Так старайтесь в себе вызывать действительно сильное желание, которое будет искренним и более ярким, чем негативные эмоции вроде страха или неуверенности. Продолжайте визуализировать свои цели, делиться ими со своими друзьями или единомышленниками в интернете. Осязая мечту на бумаге в виде текста или в виде любого творческого действия, вы тем самым сможете подкрепить свое желание, а услышав слова поддержки, стать более уверенным в своем выборе. Более того, вы сможете открыть в себе новые способности, развить воображение и выплеснуть эмоции. Порой в начале самостоятельной жизни или карьерного пути мечты могут вскружить голову. Важно понимать и объективно оценивать свои возможности и знания. Поэтому максимум жизни или вершина треугольника не должны становиться единственной целью. Каждый шаг сегодня это шаг в сторону большой мечты, дорога которой может быть долгой и не всегда удачливой. На начальных этапах пути к достижению собственного пика счастья старайтесь разбить большую цель на шаги под цели, которые вы реально способны сделать в ближайшем будущем. Набросайте план, в котором краткосрочные цели будут определены временными рамками. Исследования показывают, что лишь небольшое количество людей, около 5%, способны четко написать свои цели. Проверьте себя, относитесь ли вы к ним. Ответьте в письменном виде на следующие вопросы. Какова моя самая главная цель в жизни? Как влияет на меня наличие этой цели? Двигаюсь ли я к своей цели? Что мне мешает приблизиться к ее достижению? Что мне нужно сделать, иметь, предпринять, чтобы приблизиться к достижению цели? Какие навыки, знания и умения необходимы мне для реализации моих планов? Что я могу сделать уже сейчас на пути к жизненному максимуму или главной цели? Мои первые 5 шагов. Итак, перед вами сочинение вашей собственной жизни. Ответы на вопросы первого пункта помогут разобраться, действительно ли ту цель, которую вы ставите перед собой, вы искренне желаете. Согласитесь, ведь при сильном желании достичь чего-либо, человек испытывает положительные эмоции, полон энергии, открыт новому и меняется только в лучшую сторону. Если вы ответили, что ваши цели вызывают у вас только негатив и не делают вас счастливее и даже наоборот, то необходимо вернуться назад, к первому шагу стратегии лайф-менеджмента. Попробуйте остаться наедине с собой, будьте предельно честны и подумайте, ваш ли этот выбор или навязаны стереотипами, воспитанием путь. Пока вы не уберете перед собой преграды неведения, чужого мнения и страхов, вы не сможете приступить к успешному планированию жизни. Ответы на второй вопрос помогут вам выявить то, что мешает вам приблизиться к достижению цели. Состояние физического и эмоционального здоровья, материальное положение, образование, общение с окружающими. Главное на данном этапе разобраться в проблемных аспектах жизни, выявить те пробелы, на которые нельзя закрыть глаза. Ответы на третий и четвертый вопросы подскажут необходимые для вас промежуточные цели, шаги, что нужно сделать, узнать, чему нужно научиться, куда поехать, с кем наладить общение и многое другое. Все, что вам останется, превратить этот набор бесчисленных задач в продуманный план с установленными временными рамками. Те пять первых шагов, которые вы уже можете сделать сейчас, должны быть в самом начале вашего планирования. Первые положительные результаты станут неплохой мотивацией на пути к достижению цели и успеху. По сути, перед вами уже не сочинение в свободной форме, а план действий. На данном этапе вам нужно расставить приоритеты и последовательность выполнения тех или иных задач. Продолжайте визуализировать ход действий с помощью схем, коллажей, рисунков, в которых предстоящие дела будут как на ладони. Ясно изложенная цель и план действий на бумаге сделают результат наиболее продуктивным, а достижения будут гораздо выигрышнее, чем у тех, кто пытался держать все в голове. Сложность и сила решений. Повторимся еще раз. Нет ничего, что было бы вам не под силу. Ваши решения и ваш выбор — вот что создает обстоятельства, а не наоборот. Главное, чтобы были выполнены следующие основные условия. Четко и ясно решите, чего вы хотите достичь. Продумайте и начните предпринимать действия. Разберитесь, что действительно, а что нет. Анализируйте подходы. Пытайтесь менять подходы до того момента, пока желаемое не станет действительно ближе и ощутимее в реальности. Сталкиваясь с чувством разочарования из-за совершенных ошибок, воспринимайте их как данный вам опыт и продолжайте менять подходы, действия. Поймите, чтобы преуспеть, порой необходима крепкая сила воли и вера в исполнение поставленной цели. А неудачи, порой как и успех, являются промежуточным результатом ряда незаметных и незначительных решений. Неудачи должны быть подкрепляющим фактором для контроля над вашими эмоциональными состояниями, намекающими вам о необходимости большей сосредоточенности на том или ином аспекте. Старайтесь воспринимать краткосрочные затруднения как сопутствующие долгосрочным результатом. А для того, чтобы стать успешным в том или ином деле, нужно проявлять упорство и думать всегда на перспективу. А теперь несколько советов, которые помогут вам использовать силу решений, напрямую формирующих ваш опыт. Когда вы принимаете новое для себя решение, всегда сохраняйте живой мысль о силе любого действия. Ваше будущее — это сейчас. И оно не начнется завтра или в следующий понедельник, месяц, год. Каждое действие есть результат решения, которые в сумме и составляют вашу жизнь. Нет четкого решения — значит не будет и реального проявления, действия. Исследования показывают, что успешный человек чаще всего принимает быстрые, но при этом обдуманные решения, которые впоследствии редко меняет. Медлительные и неуверенные люди долго сомневаются и часто меняют принятые решения. Попробуйте начать действовать согласно первому поставленному решению. Пусть вы совершите ошибку, но с опытом как раз и придет умение. Извлекайте из ошибочного решения максимум полезного. Это то самое умение успешного человека, который кратковременные неудачи воспринимает как незначительное отклонение от поставленного курса. Наслаждайтесь и созерцайте. Жизнь — прекрасный дар. Каждая ее страница может принести открытие, а каждый новый день — это потенциальные сюрпризы в виде важных знакомств, интересных дел, необычных решений и целей. Глава четвертая. Слагаемые лайф-менеджмента. Эмоции под контролем. Не бегите от эмоций. Эмоции возникают как реакция на какие-либо события или как ответ на поступки других людей, на слова и мнения. Но ошибочно думать, что эмоции невозможно сдерживать или контролировать. Боязнь перед проявлением эмоций или неспособность разобраться в них, а также восприятие их как нечто сопутствующего и бесконтрольного нашему «я» затрудняет решение многих вопросов в жизни, а точнее напрямую мешает достижению целей. Давайте разберемся, как вы справляетесь с эмоциями. Бывает, что человек стремится избежать неприятных эмоций, отказываясь от каких-либо действий, которые к этим эмоциям могут привести. В страхе быть раскритикованным он не выполняет сложную работу. Избегает встречи с родными из-за прошлых разногласий, боится новой ссоры. Важно понять, что от чувств вы не избавитесь в таком случае. Наоборот, неприятные, болезненные для вас мысли будут продолжать вас терзать еще больше. Будьте смелее и решите, что лучше – пережить неприятные эмоции и наладить отношения с близкими или затягивать решение проблемы, что может окончательно вас рассорить. В любом случае пытайтесь найти позитивные последствия от любой негативной эмоции. Есть еще одна стратегия, с помощью которой некоторые справляются с эмоциями. Это отрицание. В попытках отрицать, игнорировать сложившиеся трудности, заглушить вызванные этим эмоции, вы опять же только увеличиваете свое страдание и стресс. Третий способ ухода от эмоций заключается в том, что зачастую человек усиливает свое плохое состояние, потакая собственным негативным эмоциям. Этот способ можно охарактеризовать одной фразой «как бы мне ни было плохо, я сделаю так, чтобы было еще хуже». Знакомы ли вам такие пути побега? Поймите, что эмоций нельзя избегать, их нужно использовать эффективно и во благо себе. Даже самые негативные и неприятные эмоции, от которых вы стараетесь скрыться, на самом деле идут вам на пользу, потому что они являются призывом к действиям, к изменениям, к новым поискам решений той или иной сложившейся ситуации. В то же время эмоции — это и есть вы сами. Вы сами себе подаете сигналы, советы, рекомендации. О чем говорят эти сигналы? Они, во-первых, сообщают вам о том, что в данный момент вы действуете неправильно, ваши решения ошибочны, подходы не срабатывают. Во-вторых, подобные сигналы в виде негативных эмоций, собственно, указывают на причину их возникновения. Одна из самых распространенных эмоций — чувство подавленности, апатии. Одна из самых распространенных эмоций — чувство подавленности, апатии — сигнал к тому, что стоит пересмотреть не только краткосрочные цели, но и долгосрочные, приоритеты в ценностях. Ведь, возможно, вы просто пошли не по тому пути, или же ваши ориентиры сменились, а обстоятельства еще не подвластны новым изменениям. Овладейте эмоциями. Для овладения негативной эмоцией мы предлагаем вам методику Энтони Роббинса, которая включает в себя шесть простых шагов. Они помогут преодолеть сложившуюся ситуацию через поиск положительного в этой эмоции. Шаг первый. Постарайтесь в ситуации, когда вы чувствуете себя перегруженным, ощущение, что все разом навалилось на вас, не поддаваться этой необъяснимой в словах эмоции. Постарайтесь превратить этот ком в отдельные проявления чувств — злость, обида, разочарование. И задайте себе вопрос, разочарование ли это, или мне просто не нравится сложившаяся ситуация. Обижаюсь ли я, или я чувствую себя отдаляющимся от любимого человека. Это так называемый способ использования трансформационной лексики для снижения испытываемой негативной эмоции. Шаг второй. Анализируйте эмоцию, оценивайте ее. Принимайте эмоцию, даже если она ошибочна. Это, например, тот случай, когда вы повели себя по отношению к человеку грубо, а потом понимаете, что это был ошибочный порыв, помутнение. Нет, это все же сигнал. Нужно попытаться в нем разобраться. Либо проблема в вас, либо в раздражителе. Не пытайтесь отгородиться от этой эмоции, оставить ее на задворках памяти. Шаг третий. Вызовите в себе любопытство, интерес по отношению к эмоции. Вот несколько вопросов, которые вам в этом помогут. Что я хочу почувствовать? Что мне сделать, чтобы получить решение проблемы и справиться с эмоцией? Почему данная проблема вызывает именно такую эмоцию? Чему можно научиться благодаря этому? Шаг четвертый. Сохраняйте уверенность. Например, в случае апатии постарайтесь вспомнить, как вы боролись с ней в прошлый раз. Какие действия предпринимали вы или ваши близкие, чтобы свести вашу злость на нет. Опираясь на свой опыт или же на опыт знакомых вам людей, вы тем самым вырабатываете стратегию управления эмоцией. Шаг пятый. Запоминайте опыт. Записывайте свои рецепты борьбы с негативными эмоциями. Таким образом, вы создадите для себя план действий и будете готовы к новым эмоциям. А значит, сможете даже предугадать их появление и изменить связь чувств со своими желаниями и действиями. Шаг шестой. Настройтесь и приступайте к действию. Создайте эмоцию, чтобы проверить вашу готовность к восприятию этой эмоции. То есть предпримите действия, ведущие к ее появлению. Выражайте себя, ведь новые разграничения, которые вы провели между восприятием, действиями и эмоциями, только помогут вам изменить настроение и стремление к действию сегодня и в будущем. Давайте рассмотрим пару самых распространенных негативных эмоций, которые на самом деле являются вашими сигналами к изменениям. Какую они несут в себе информацию? И самое главное, как управлять той или иной эмоцией? Например, гнев. Как проявляет себя эта эмоция? Это может быть и легкое раздражение, и злоба, или даже ярость. Гнев проявляется как реакция на нарушение кем-то или же вами самими какого-либо принципа или привычного закона вашей жизни, нормы. Во-первых, подумайте, правильно ли вы истолковали ситуацию? Ведь тот человек, который вызвал у вас вспышку гнева, может не знает, что является важным для вас. Во-вторых, ваши нормы могут быть неприемлемыми для других. И человек согласно своим принципам совершил поступок, который вас так глубоко задел. И в-третьих, постарайтесь из случившегося взять максимум пользы. Задайте себе вопросы, почему так произошло? Как в дальнейшем строить свои отношения с этим человеком? Как соотносятся мои принципы с его принципами? Есть ли компромиссы? Другой пример — страх. В эмоцию страха входят и беспокойство, и различные опасения, тревога или даже ужас. В отличие от многих других эмоций, у страха есть цель. Страх — это ожидание чего-то конкретного, что требует от нас реакции и готовности. Тут два решения — ожидать встречи лицом к лицу с этой ситуацией, либо постараться изменить ход событий. Проблема в том, что обычно люди реагируют по-другому. Они наоборот, либо полностью погружаются в страх и раздувают его до немыслимых размеров, либо начинают отрицать страх вовсе. И, конечно же, необходимо проанализировать, вследствие чего появился страх, а также продумать те условия и действия, которые помогут вам пережить приближение этой стрессовой ситуации. Например, в случае важного выступления на собрании, собеседования, экзамена, нужно быть на 100% уверенным в своих знаниях и быть готовым к возможным вопросам. А какие же эмоции нужно воспитывать, тренировать в себе? Те, что помогут вам настроить общение с окружающими и с самим собой, дадут вам силы и в некоторой степени помогут противодействовать негативным. Поговорим о них. Первое место по праву занимают любовь и забота. Любое общение держится на этих двух столпах, которые в то же время являются прекрасными противоядиями негативным гневу, злости или обиде. Немаловажно проявлять одобрение и чувство благодарности, которые и обогатят вас, и помогут развить в других проявление любви и заботы. Тем более, что одобрение и благодарность активно выражаются мыслями, словами и действиями. Справиться с неудачами в жизни, несомненно, поможет решительность. Если у вас есть цель, то ничто так не приблизит вас к ее достижению, как состояние решительности. Умение принимать твердое решение — это один из самых важных навыков в целеполагании и лайф-менеджменте в целом. Но для того, чтобы заставить себя что-то делать, нужна уверенность. Жизнь успешных людей строится на решительности и уверенности. Порой уверенность опирается только на веру и надежду, но на их основе рождаются новые сильные убеждения, которые помогают двигаться к новым горизонтам. При этом, если проявлять гибкость, то можно избежать стрессовых ситуаций. Ведь вполне может быть, что обстоятельства в тот или иной период времени будут складываться явно против вас, и вы будете не в силах их изменить. Тогда проще будет изменить подход к делу и отношение к нему. Развивать и компоновать все положительные эмоции в своей жизни — это действительно великое мастерство. И определенно, умение отвечать на негативное положительным, сохраняя бодрость духа и улыбку — это выбор в пользу того, чтобы стать счастливым человеком. Глава пятая. Слагаемые лайф-менеджмента. Общение. Важность общения. Доказано, что наибольшее влияние на эффективное упорядочивание жизни и на ее качество оказывает одно важное условие — отношение с людьми. Чтобы лучше понять себя, порой необходимо просто узнать мнение о себе у других людей, с которыми у нас налажено общение. Но искусство взаимопониманий не так просто. С одной стороны, благодаря отношениям, жизнь становится интересной, насыщенной, но порой конфликтные ситуации с окружающими не только существенно портят эмоциональное здоровье, но даже ставят под угрозу вопросы карьеры или семейного благополучия. В современном мире мы постоянно вовлечены в поток общения посредством телефонной связи и интернета. Редкие часы уединения порой кажутся глотком свежего воздуха. Сложно найти время, чтобы остаться с собой и своими мыслями. Правда, все больше заметна подавленность среди детей и подростков, юношей и девушек, проявляющиеся в неспособности переживать одиночество из-за отсутствия общения и внимания со стороны других. Они начинают испытывать скуку и не способны получить удовольствие от одиночества. Поэтому-то те задачи, которые требуют максимальной концентрации внимания, с трудом даются все большему числу людей из подрастающего поколения. Очень важно иметь навык управления своим сознанием, когда мы находимся один на один с самим собой. Проведенные в рамках социальных наук исследования говорят о такой тенденции. В компании родных, друзей или близких люди чувствуют себя более счастливыми. А возможность обращения за поддержкой к окружающим снижает стресс у большинства. И как ни странно, самые негативные эмоции связаны опять-таки с отношениями. Конфликты с начальством, клиентами мешают многим строить карьеру и быть удовлетворенным в работе. Личные и любовные отношения доставляют много радости, но и немало неприятных ссор и стрессов. Отсутствие уважения со стороны детей может довести любую мать до полного уныния. Важно понять, что каждый человек — это другой мир, тонкий и индивидуальный, со своими перепадами настроения. Сегодня он дарит вам любовь и заботу, а завтра нагрубит и обидит вас. Из-за того, что вы очень сильно дорожите отношениями с определенными людьми, особенно это касается родных и любимых, вы столь чувствительно реагируете на самые незначительные разногласия и проблемы, возникающие в общении с ними. Существует масса книг, интернет пестрит темами, как завоевать друзей, как влиять на окружающих и им подобными. В действительности тот, кто умеет хорошо ладить с другими, значительно успешнее ведет свои дела, и уровень жизни такого человека на порядок выше, чем у замкнутого на себе малообщительного. А для эффективного руководителя и людей, чьи профессии напрямую связаны с общением, это просто основа основ, умение находить общий язык с разными людьми. Но нужно стараться не забывать о том, что человек — это не средство и инструмент в достижении корыстных целей, а в первую очередь настоящий источник счастья. Общение на рабочем месте. Если отношения на рабочем месте с коллегами, начальством или подчиненными строятся на правильно построенных связях, то и результативность работы будет, конечно, на высоте. Рассмотрим те навыки и характер отношений с окружающими в коллективе, которые способствуют эффективному общению в работе. Во-первых, без знаний и определенных умений, необходимых в профессии, не получится ни наладить контакт, ни вообще выполнить работу качественно. Поэтому, если вы чувствуете собственные промахи и знаете свои слабые места, займитесь восполнением нужных знаний и тренировкой умений. Только тогда, когда вы будете чувствовать себя уверенным во всех вопросах, касающихся работы, вы сможете быть конкретным, точным в общении с коллегами, начальством, подчиненными, что отразится на степени доверия и уважения с их стороны. Во-вторых, станьте хорошим собеседником. Тем, кто не только ясно и понятно излагает свои мысли и делится идеями, но и способен услышать другого, внимательно выслушать и, что порой необходимо, поддержать. Старайтесь по существу использовать слово «я» и не переусердствуйте с напористостью в речи, пореже используйте однозначные фразы «я знаю», «я против». В работе с коллективом, конечно, нужно соблюдать субординацию, но лучше будет, если вы будете более вежливыми в собственных высказываниях. Меняйте установку «я» на «мы», «я знаю» на «я думаю» или «мне кажется что», которые не будут звучать столь обвинительно и негативно. А при ошибках в процессе работы научитесь признавать их и старайтесь не допускать в дальнейшем таких неудач. Общение в семье Согласитесь, самыми важными переживаниями в жизни человека становятся переживания, связанные с семейными отношениями. Да, биологические причины объясняют привязанность к родственникам на генном уровне, но посмотрим с другой стороны. Семья — это первый коллектив, в который вы вступили с момента рождения. Качество жизни напрямую зависит от того, как строятся отношения у вас с близкими родственниками. В разных семьях отношения различаются. В одних царит любовь и гармония, в других — постоянные требования или непонимания, а в третьих и вовсе ничего не происходит. Каждый увлечен собственной жизнью. Каждые отношения подразумевают изменение внимания и переоценку целей. Когда между мужчиной и женщиной вспыхивает любовь, то помимо ласки и внимания, которыми они одаривают друг друга, им приходится учитывать интересы другого, принимать ограничения, менять планы. Те отношения, в основе которых лежат общие ценности и схожие взгляды, имеют все шансы на долгое существование. А с появлением ребенка возникают новые ограничения. Учитывая потребности нового члена семьи, приходится перераспределять бюджет, ограничивать себя, например, в досуге. Женщина, как правило, временно не может трудиться, и на мужчину наваливается целый груз новых обязанностей и больший объем работы. Ребенок становится старше, а траты на его содержание, занятия, образование тоже растут. Если вступая в совместную с другим жизнь, человек не хочет менять свои жизненные приоритеты, которые расходятся с ценностями его партнера, то, как следствие, многие поступки будут вызывать раздражение, недовольство. Изменить, подкорректировать свои цели, что немного изменит и личность, это неизбежное решение в паре, где есть страсть и любовь, но не хватает взаимопонимания. Многие считают, что брак – это конец личной свободы. Такие представления основываются на страхе быть ограниченным в действиях и желаниях, а также на боязни ответственности, которая может помешать личным интересам. Стоит разобраться, что важнее – личные интересы, развлечения или стремление создать счастливую семью. Вообще, кризис в отношениях знаком многим, а многим это только предстоит. Семейная жизнь должна стать общим делом с едиными целями и стремлениями в будущем. Иначе неизбежно возникнет разочарование, которое повлечет за собой расставание. В создании семьи должна считаться цель. Мыслить стереотипами «все поженились, и мы тогда поженимся» или вступать в брак из-за давления родителей изначально неверно. Человек может всю оставшуюся жизнь пытаться сохранять семью, в которой на самом деле нет счастья, но из-за укоренившегося авторитета традиционного брака супруги не разводятся. Такая жизнь не принесет ни удовольствия, ни радости. Для того, чтобы родители и дети были единым организмом, необходима целая система приоритетов и целей. Это могут быть долгосрочные цели, как сохранение традиций или стремление воспитать ребенка так, чтобы он мог получить высшее образование и построить успешную карьеру. В то же время каждый член семьи должен иметь возможность развиваться индивидуально. Но при этом то, что происходит с одним, должно иметь значение и для остальных. Наличие постоянно пополняющегося комплекса целей, ориентированных на ближайшее обозримое будущее, может добавить разнообразие в семейную жизнь. Совместный досуг на выходных, будь то вечер настольных игр или посещение зоопарка, благотворно скажется на общении в семье. Глава шестая. Шаг третий. Планирование жизни. От разговоров к действиям. План — это скучно? Мифы о лайф-менеджменте. Итак, чтобы жизнь стала наиболее успешной, необходимо разобраться в своих ценностных ориентирах и желаниях. Сумев четко расставить приоритеты в действиях на пути к поставленным целям и настроив взаимоотношения и общения с окружающими вас людьми, вы сможете, несомненно, повысить общий уровень жизни и благосостояния. Но долгосрочные планы зачастую рушатся и, что еще чаще, остаются фантазиями и заоблачными мечтами. Планирование жизни — это попытка оценить свои возможности и продумать шаги их реализации в будущем. Практический лайф-менеджмент начинается с плана вашего дня, недели, месяца. Сегодня это и есть ваше будущее. Каждый, кто хочет добиться желаемого, приходит к планированию. Продумывая каждый свой шаг, он продумывает всю жизнь в целом. Вы можете не согласиться и сказать, что планы — это скучно. Распланированная жизнь ограничивает свободу и развитие человека, и тот, кто живет по плану, не способен радоваться и наслаждаться. Нам есть чем вам возразить. Во-первых, правильное планирование как раз и нацелено на изменение жизни в положительную сторону. При грамотном планировании время расходуется максимально эффективно, что способствует не только повышению работоспособности, но и развитию человека в разных сферах его жизни. Расставляя приоритеты в планах, вы сможете сэкономить свое свободное время и посвятить его любимым занятиям, новым увлечениям и знакомствам, которые раскрасят серые скучные будни в новые краски. Во-вторых, планирование — это не строгие рамки, это только ваш личный выбор. И поэтому только вы управляете своими планами, начиная простым списком дел на день и заканчивая продумыванием направлений жизни на много лет вперед. Изменяя и дополняя свое расписание, вы пишете сценарий жизни, в котором не исключены корректировки и доработки. Смело исправляйте свои недельные планы, если того требуют обстоятельства или ваши желания, но всегда продумывайте, какие последствия влекут за собой эти изменения. В-третьих, занимаясь планированием жизни, вы не исключаете и личностного развития. Занимайтесь самообразованием и развитием новых навыков. Растите творчески и не ограничивайте при этом себя отдыхом и любимыми развлечениями. Введение списка дел, составление планов, это непросто, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно научиться составлять их правильно, чтобы они были действенными и полезными для вас. Не стоит игнорировать составление планов, так как это базовый инструмент лайф-менеджмента. Вот несколько советов. Самое важное, как мы уже говорили ранее, это расстановка приоритетов. Поэтому при составлении списка недостаточно просто перечисления намеченных заданий. Необходимо их разделение по степени важности. Для того, чтобы оценивать свои силы и время в дальнейшем, несколько дней записывайте, сколько времени уходит у вас на выполнение того или иного дела. После вы сможете указывать приблизительное время выполнения задания одного типа в своем плане, что упростит планирование рабочего дня, недели или месяца. Не прекращайте введение плана краткосрочных дел, заданий, целей. Вносите корректировки, вычеркивайте выполненные, добавляйте новые дела. Во-вторых, не обязательно идти строго по списку, от первого пункта и до последнего по порядку. Подходите к намеченным делам системно и критически, пересматривайте ранее расставленные вами приоритеты. Возможно, то, что в начале недели казалось вам самым важным, в середине недели уже станет не столь актуальным из-за сложившихся новых обстоятельств. И в-третьих, установите для себя систему личных поощрений. Балуйте себя любимым занятием за выполнение самого неприятного задания или покупкой, о которой давно мечтали, за выполнение недельного или, скажем, месячного плана. Просчитывая время, которое вы планируете потратить на выполнение списка дел на день, не забывайте о себе. Если в планировании сложилось так, что на все нужно больше времени, чем привычное количество часов вашего бодрствования, то смело вычеркивайте и переносите менее приоритетные дела дня на следующий. Не стоит забывать о своем здоровье и доводить себя до переутомления. Эффективное использование времени Стратегия лайф-менеджмента подразумевает, что вы должны научиться использовать время с максимальной пользой для себя, а не наоборот, когда время начинает управлять вашими эмоциями и степенью удовлетворения. Из-за нехватки времени для достижения каких-либо поставленных задач вы реагируете беспокойством, тревогой, которые порождают стресс. Складывается ситуация, когда вы перегружаете собственные возможности, происходит нервное и физическое истощение. Вам приходится концентрироваться исключительно на одном моменте, который составляют запросы и проблемы, имеющие место быть именно в этот промежуток времени. Продуктивность действий падает. Необходимо перенести внимание на происходящее в настоящем. Изменить негативное восприятие будущего, я не успею, будут негативные последствия, на ожидание позитивного будущего. Постараться взять под контроль тот отрезок времени, который у вас есть. Мы забываем порой, что время — это относительное понятие. А наш опыт и знания, а также итог работы, не зависят от промежутка времени, а только от нашей мозговой деятельности, концентрации и сосредоточенности. Нехватка времени или его избыток, который вы еще и тратите впустую, это следствие ошибок в организации дел. Отсутствие конкретных представлений о том, чем вы хотите заниматься и что вы хотите иметь в вашем обозримом и необозримом будущем, мешает рационально воспринимать время и эффективно его использовать. Личные цели очень важны в организации времени. Если у вас есть цели, значит вы знаете, к чему вы стремитесь, и примерно можете рассчитать время и ресурсы, которые вам понадобятся для выполнения тех или иных задач на пути к цели. Когда у человека нет целей, время начинает казаться не столь ценным, и оно, как говорится, уходит впустую. А как часто бывает такое, что вы беретесь за все сразу и в итоге ничего не успеваете? У вас есть несколько заданий. Вы беретесь за одно и, не успев довести его до конца, беретесь за другое. Итоги будут неутешительными. Качество работы окажется низким или, что хуже, к сроку сдачи работы вы просто не успеете закончить начатое. И время опять окажется потраченным впустую. Привычка браться за слишком многое – это самая распространенная ошибка среди руководителей. Связано это в некоторой степени с переоценкой собственных возможностей и одновременно с преуменьшением способностей подчиненных. Пытаясь взять все под собственный контроль, руководитель рискует не только потерять авторитет, но и снизить эффективность работы всей организации. Несомненно, составление списков дел, причем обязательно с пометками о приоритетности каждого дела и планирование на более долгие периоды помогут в организации времени. Но никакой список не поможет, если вы не позволяете себе отдыхать. Важность отдыха крайне велика в системе правильного планирования жизни. Вы работаете всегда и везде, берете работу на дом, трудитесь в отпуске. Это так же плохо, как и частые перерывы в работе, из-за которых невозможно сосредоточиться должным образом на выполнении дел. Непрерывное решение задач, горы бумаг, телефонные звонки могут отнять у вас последние силы, а на лечение неврозов уйдет гораздо больше времени. Ну что ж, если вы обнаружили среди описанных выше ошибок свойственные вам, то необходимо срочно переходить к их устранению. Рассмотрим несколько упражнений и советов для того, чтобы научиться эффективно использовать время. Замечали ли вы, что когда полностью захвачены процессом, поглощены работой, то как будто теряется счет времени. Это так называемая способность искажать время. Научиться специально искажать время для собственных достижений – полезное умение. Попробуйте добавить к чему-то, на что уходит много времени, дополнительный компонент, который позволяет ускорить ваше восприятие времени. Например, вы выделяете полчаса на пробежку. Но вам действительно с трудом даются каждый день физические упражнения. Совместите бег с прослушиванием любимой музыки, а лучше аудиокниг или аудиокурсов по языку, лекций по истории искусств. Новая информация поглотит ваше внимание. Полчаса пролетят быстрее, чем раньше. Учиться на опыте других – максимально эффективный способ привыкнуть тратить время с умом. Таким образом вы пропустите долгий путь методов и ошибок и сохраните, возможно, даже несколько лет для реализации новых идей. На помощь вам придут практические занятия по тайм-менеджменту, а также семинары, курсы, общения на форумах с тем, кто уже выработал свою стратегию и оптимально распределяет время. Перенимайте опыт, если хотите максимально сэкономить время. При составлении списков дел располагайте их не в порядке срочности, а по приоритетности. Огромное количество дел сложно закончить, а к вечеру вы почувствуете неудовлетворенность из-за того, что ничего не успели. Поэтому концентрируйтесь на наиболее важных делах дня и недели. Обретение нового опыта и чувство уважения к себе после завершения того или иного дела поднимет вам настроение, вызвав чувство уверенности. Ориентируйтесь на свои биологические часы. Ученые давно пришли к выводу, что биоритм человека напрямую определяет активность мозга, в том числе циклы физической, умственной и эмоциональной активности. Поэтому попробуйте понаблюдать за собой и своим организмом, чтобы выяснить, в какое время суток вы чувствуете себя максимально активным. Определив, в какое время вы наиболее работоспособны, попытайтесь в дальнейшем эти часы посвящать важным заданиям или проектам наиболее приоритетным в вашем плане. Разобравшись со своими биоритмами, попытайтесь составить режим дня, в котором намеченные дела будут выпадать на благоприятные для этого часы. Подойдите к этому творчески. Визуализируйте свои часы на рисунке, на котором будут отображены периоды активности и часы спада энергии. Ни в коем случае не доводите организм до состояния перегруженности. Прислушиваясь к своим биоритмам, вы тем самым избегаете переработки и сопутствующие ей стрессовые ситуации. Не поддавайтесь прокрастинации. Метод Фьоре. Вредных привычек, мешающих эффективному использованию времени, много. Но, наверное, самое трудное, искоренимое и поистине вредное — это прокрастинация. Этот термин в психологии появился сравнительно недавно, в 70-х годах прошлого века. Дословно означая «откладывание на потом», слово «прокрастинация» скорее ассоциируется с понятием «лень». Но на самом деле вредная привычка откладывать выполнение дел имеет одно явное и серьезное отличие от привычного безделья. Заключается оно в том, что прокрастинатор, в отличие от лентяя, не испытывает удовольствия от часов отдыха, а наоборот истощает внутренний запас энергии из-за внутренних противоречий и постоянного самобичевания. Срывая сроки сдачи работы, избегая тех или иных занятий, человек испытывает чувство вины, которое в свою очередь порождает стресс и депрессии. Причинами прокрастинации чаще всего являются отсутствие мотивации, неуверенность в себе и в своих действиях, страхи, а также перфекционизм. Не так-то просто решить подобную проблему распространенными советами, как, например, нужно просто начать. Причины лежат глубже, чем кажется. Разберемся в страхах и беспокойствах, порождающих привычку невыполнения дел. Во-первых, это страх перед работой в целом, то есть перед ее сложностью и масштабами. Во-вторых, не менее распространенным является страх совершить ошибку. В-третьих, это боязнь закончить работу, которая может быть связана с рядом причин – страх порицания, страх принятия успеха и перфекционизм. Сталкиваясь с поставленным заданием, человек зачастую представляет себе работу размыто, видя перед собой только две точки процесса – его начало и конец. Если нет четкого распланированного пути к завершению проекта, человек будет неверно оценивать масштабы и сложность дел. Из-за этого можно столкнуться с оттягиванием начала работы, перебирая различные варианты старта, сомневаясь в правильности первого шага, можно прокрастинировать, так и не приступая к выполнению. Все это, конечно, связано с неуверенностью в своих умениях и навыках. Критикуя себя в начале пути, вы подрываете самооценку, потому что видите себя только в этих двух точках – в начале и по достижении результата. И тот, кто находится в конце пути, представляется успешным и счастливым, но тот, кем вы являетесь на старте, очень часто не соответствует необходимой компетенции. Не нужно бояться обращаться за помощью и советами. И в то же время нужно заниматься самообразованием и повышением уровня знаний в тех областях, в которых у вас явно есть пробелы. Страх неудачи у некоторых подкрепляется перфекционизмом. Такого рода отношение к делам может привести к тому, что человек перестанет разделять оценки себя как личности и оценки проделанной им работы. Любая критика, касающаяся выполнения заданий либо проектов, для перфекциониста является не просто критикой, а неуважением или даже оскорблением личного характера. Еще одно немаловажное обстоятельство для появления прокрастинации – это страх человека перед возможным успехом. Получая повышение в профессии, вы осознаете, что более высокий статус требует большей ответственности и новых значительных затрат личных ресурсов. Страх совершить ошибку возрастает, и вы, сами того не замечая, начинаете избегать дела, которое может стать успешным. Особенно это знакомо тому, чей максимум жизни не карьера, а семья и личные отношения. Здесь на первое место теперь выходит страх столкнуться с непониманием и неодобрением родных и близких. Прокрастинатор начинает искать пути решения, но пока он находится в таком стрессовом состоянии, вся его жизнь останавливается. Не только время уходит в пустую, но и пропадают возможности, которые могут больше не появиться. Прокрастинация – частый спутник творческих людей. Между творчеством и собой как личностью они часто ставят знак «равно». Общее признание становится мерилом всей жизни. Любая неудача влечет за собой безрадостные перспективы, которые человек представляет в своей голове. Мысленно приводя себя к плохому результату, трудно начать действовать. На рабочем месте иногда случается так, что, продолжая каждый раз тянуть до последнего, вы все равно успеваете к дедлайну выполнить все то, что от вас требовалось. Так вредная привычка начинает поглощать вас все больше и больше. Дедлайн становится некой мотивацией, и вы вроде действительно сдаете работу в срок, но приступаете к ней в спешке, затрачивая в кратчайшие сроки не только все свои физические и умственные способности, но и эмоциональные резервы. В то же время продуктивность не будет высокой, ведь качество такой работы оставляет желать лучшего. Загоняя себя в порочный круг прокрастинации, продолжая тратить большую часть времени на безделье и приятные развлечения, рано или поздно вы столкнетесь с ощущением, что потеряли какие-то возможности. Если вы замечаете за собой проявление прокрастинации, то самым важным для вас является изменение негативного отношения на позитивные установки при помощи эффективных привычек. Для устранения привычек прокрастинатора наиболее приемлема методика установки мышления продуктивно действующего человека. Ее автором является Нейл Фьоры. Он первый, кто взамен старым и неэффективным советом предложил прокрастинаторам психологическую теорию, основанную на изменении негативных установок на позитивную модель поведения. Обратите внимание, как часто вы говорите себе «я должен сделать это», «я должен сделать то». На самом деле такая установка в подходе к делам развивает нерешительность еще больше. Если день изо дня вы повторяете «должен», «должен», то психологически вы соглашаетесь с тем, что не способны что-то изменить вокруг себя, принимать решение самостоятельно и делать свой личный выбор. Но ведь именно способность сделать выбор определяет дальнейший успех человека. Поэтому необходимо изменить негативную установку «должен» на установку «могу выбрать». При подходе к выполнению трудных заданий говорите себе «я сделал этот выбор», «это мой выбор», «я выбираю». Помните, что все ваши действия – это только ваши решения. За все последствия отвечаете только вы. Для прокрастинирующего человека начало дела осложняется тем, что он запугивает сам себя масштабами предстоящей работы. Постоянное беспокойство и установки «я не смогу» «это слишком сложно» отодвигают самые первые действия на неопределенное время. Такая позиция часто сочетается с негативной установкой «я не смогу довести это дело до конца» или «я должен закончить». Проблема той и другой в том, что человек не уверен в знаниях и умениях в своих силах. Заместите неуверенность позитивной установкой. Поменяйте отношение к делу и скажите себе по-другому «я могу сделать маленький шаг». Старайтесь не терять уверенности. Помните, что все перспективы открываются в дальнейшем. Главное – двигаться вперед, делая небольшие шаги. Помните, что никто не совершенен, а погоня за идеальным результатом может только усугубить отношение к поставленной цели. Если складывается так, что вы действительно в каком-либо вопросе некомпетентны, то включите в свои планы время, которое будет посвящено образованию и улучшению тех или иных навыков. Попробуйте не идти на поводу у собственного перфекционизма, который на самом деле загоняет в рамки. Лучше следовать установке «я человек», а у каждого человека есть свои изъяны и несовершенства. Благодаря внутреннему диалогу, нацеленному на изменение негативных установок в пользу позитивных вы сможете двигаться в сторону повышения самооценки и как следствие к улучшению жизни. Как тренировать полезные привычки? Не так-то просто включить в свою жизнь новые привычки. Любая привычка, вредная или полезная, воспринимается человеческим мозгом одинаково. Это значит, что доводя какое-либо действие до автоматизма, постоянно его выполняя, вы сможете ввести новые полезные привычки. Да, это произойдет не сразу. Придется выполнять рутинные каждодневные действия, борясь с ленью. Но нужно понимать и мотивировать себя тем, что полезные привычки, как неотъемлемые навыки эффективного лайф-менеджера, приведут к положительным изменениям в будущем. Для начала нужно искоренить вредные привычки путем замещения их полезными. Запишите все свои вредные привычки, поделив их на физиологические и те, которые влияют на вашу психику и мышление. Примеры привычек первой группы – курение, употребление алкоголя, жирной пищи, фастфуда и так далее. Примерами второй группы могут являться трата свободного времени за компьютерными играми, телевизором, зависимость от социальных сетей, привычка опаздывать и многое другое. Итак, перед вами два списка. Теперь подумайте, какие бы полезные привычки вы хотели бы привнести в свою жизнь. Переход на здоровое питание или практиковать ежедневный бег. Или, может быть, вы хотите заняться танцами, но все время откладываете эту мечту на потом. Самый простой способ найти для себя полезную привычку – это написать альтернативный вариант или вариант замещения для вредной привычки. Затем попробуйте написать три первых действия борьбы с вредной привычкой и три шага по внедрению полезной. Привычка формируется благодаря нескольким пусковым механизмам. Необходимо внести в планирование эти механизмы место, времени, обстоятельств. То есть, если вы хотите заняться каким-либо спортом, то для начала выбирайте одни и те же дни в неделю, время и удобное для вас место. Однако постарайтесь через какое-то время менять условия, чтобы не превратить занятия в рутину. Первое, с чем вы столкнетесь, будет негативная обратная отдача. Например, вы начали изучать иностранный язык самостоятельно или на курсах, пытаясь заменить таким образом привычку просиживать вечера в интернете. Вы ходите три недели, но действительных результатов не видите, до сих пор не можете связать несколько предложений. Важно переждать, победив себя в этот негативный период. Как только будут первые позитивные результаты или одобрения со стороны, у вас появится более сильная мотивация и стремление. Продолжайте самостоятельно увеличивать положительную отдачу, введите дневник, блок со своими достижениями, старайтесь награждать себя. Поощрять себя необходимо, так как вам надо исключить ситуацию, когда вы начнете искать пути избежать выполнения новой привычки. И не забывайте, что вы побеждаете свою вредную привычку, занимаетесь саморазвитием. Рано или поздно, ваши старания принесут пользу не только в виде явного повышения уровня знаний, но и улучшения эмоционального настроя. Вы сами будете относиться к себе с уважением и гордостью. Когда привычка войдет в вашу жизнь, вы будете тратить все меньше времени и усилий на преодоление лени и прокрастинации, и тем самым станете более осознанно управлять своей жизнью. В качестве заключения нет предела совершенству. Важными составляющими стратегии лайф-менеджмента являются наличие и развитие ресурсов самого человека. Под такими ресурсами мы понимаем навыки, умения, знания, а также способность все это развивать и совершенствовать. Ведь современный мир, мир быстрого развития коммуникации и технологий требует такого же роста и от самого человека. Только разностороннее развитие определяет человека как личность. Это та самая вершина, без которой не будет существовать треугольника личностный рост. Мы не будем говорить о важности постоянного повышения квалификации, улучшения знаний в вашей профессии. Мы предлагаем вам продолжить вводить в свою жизнь новые полезные привычки, а именно самообразование. Ведь если вы разовьете хотя бы один дополнительный навык, то вы уже сможете значительно улучшить свой уровень жизни. А чем больше вы будете узнавать нового, тем увереннее вы будете чувствовать себя в общении с окружающими, в коллективе. Конечно, самыми простыми способами повышения уровня своих знаний являются посещение курсов, лекций, онлайн-семинаров. Но порой это требует немалых денежных затрат или же совершенно не вписывается в ваш план из-за отсутствия времени. Поэтому хорошей альтернативой является самообразование. Когда вы сами себе хозяин, вы сможете самостоятельно распланировать время и свои силы. Также вы сами выберете нужный вам материал по теме, ведь во многих программах курсов встречается неактуальная информация, так как, к сожалению, современные разработки не всегда быстро находят отражение в издающихся учебниках и образовательных программах. Новые идеи и методики гораздо проще отследить в интернете, а затем превратить в индивидуальную программу. Еще одним плюсом интернета в области самообразования является его доступность. Материалами многих специализированных форумов и сайтов с вебинарами вы можете воспользоваться бесплатно. Единственным очевидным минусом в таком образовании может оказаться отсутствие контроля. Придется самому мотивировать себя на знания, актуализировать важность индивидуального обучения. На самом деле, лишь на первых этапах вы будете сталкиваться с трудностями. Ведь спустя некоторое время вы начнете применять полученные знания и умения на практике. Главное — найти им применение. И первые результаты дадут силы и желание двигаться дальше, продолжая процесс обучения. Минус станет плюсом. Вы разовьете в себе самодисциплину. Тренируйте стремление к знанию и получению новой информации. Используйте технологии во благо, а не только для траты времени в пустую. Вместо игр таймкиллеров установите на ваше мобильное устройство приложение для изучения языков или логические игры. Если услышали незнакомое слово, непременно запишите его, если в данный момент нет возможности подглядеть его значение. А потом в свободное время выпишите его значение. Читайте, используя различные техники скорочтения. Слушайте аудиокниги в транспорте по дороге на работу. Используйте время максимально эффективно. А для повышения знания иностранного языка можно, например, ввести специальные дни, когда вы будете говорить только на изучаемом языке. Конечно, для этого лучше выбрать выходные дни и найти единомышленников. Не ограничивайте себя существующими советами для самообразования. Старайтесь придумать собственные способы для получения новых знаний и совершенствования имеющихся навыков. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!